Здравствуйте! С вами «Тотальный футбол» и я, Леонид Кошман. В этом выпуске мы расскажем, как молодежка Королевсоветов готовится к новому посткоронавирусному чемпионату и как преображается стадион «Металлург» под руководством нового директора. Самарский стадион «Металлург» пустует без футбола, как и вся арена России, середина марта. Объектная самоизоляция в связи с пандемией коронавируса. И до сих пор не ясно, когда на поле выйдут спортсмены. По предварительной информации Российского футбольного союза, начало матча молодежного чемпионата РПЛ произойдет не раньше августа. Сейчас под руководством нового директора спорткомплекса завершается обновление синтетической поляны. Тест на качество необходимо завершить в начале лета. Уже известно, что «Металлург» станет резервным стадионом для Тольяттинского клуба «Акрон», вышедшего в футбольную национальную лигу. Работы ежедневно ведутся по подготовке поля, по подготовке к сертификации. К первой категории готовимся, так как стадион будем заявлять как резервный для футбольного клуба «Крыльсовета». Завтра у нас приезжает компания, которая проводит тест по футбольному полю. Технологическая цепочка. Сначала засыпается крошка в три этапа, в порядках 30 тонн, то есть по 10 тонн в один этап. Соответственно, приезжает у нас трактор, такой трактор «Караро» итальянский. Вот, забрасывает крошку здесь и потом начинает зачищать. Вплоть до того, что сначала трактором зачищает определенной щеткой, вчесывает, да, так как получается крошку нужно, так скажем, вчесать туда вниз. В молодежной команде игроки не старше 19 лет. Они проводят матчи на «Металлурге», а индивидуально тренируются по домам. Как и еще почти 300 воспитанников Академии Королевсоветов разных возрастов от 6 до 18 лет. Мы законопослушные, мы так же, как и все, сегодня находимся на самоизоляции. Но тренерский состав, в том числе, каждому своему возрасту раздал определенные задания, недельные циклы. И ребята, находясь у себя дома, стараются выполнять эти упражнения. Есть обратная связь, есть видеоматериалы, которые они присылают. Есть обратная связь по телефону. Самое главное, чтобы они были здоровы. Это самое главное. Когда ты здоров, значит, ты будешь делать те упражнения, которые тебе дают. Но мы же понимаем, что дома заниматься, это, конечно, хорошо, и поддерживать себя можно. Но ничего не заменит в тренировочном процессе футбольное поле. Сейчас молодежка КС по потерянным очкам идет на третьем месте в таблице. Однако руководство РФС приняло решение, в отличие от поединков РПЛ, не доигрывать сезон. В августе придется начинать новый турнир. Молодежка не возобновится. Это все перенесено на август месяц. То есть, вообще, молодежный состав будет в трех возрастных категориях. Это Ю-16, Ю-17 и Ю-19 с этого года. Пока нам еще с РФС не приходили документы, но мы знаем, потому что мы на связи с представителями этого направления, с РФС. Ждем от них бумаг официальных, но где-то в августе месяце планируется начало соревнований по Ю-19. Собрать команду мы сможем. И Тольятти в том числе к нам относится, потому что мы живем в одной области и бюджет у нас один. Поэтому это будет не проблема. Это будет не проблема. И, возможно, даже и лучшие ребята появятся где-то из других областей. Но это будет небольшое количество. Основная масса должна быть своих воспитанников. А вот старт команды Крыльев ПФЛ третьем дивизионе российского футбола пока под вопросом. Это делается для того, чтобы выпускные классы, академии в том числе, не уходили куда-то, а продолжали свой спортивный путь подконтрольно именно академии и клубу. Мы все знаем правительство Самарской области так же, как и в России, очень много уходит средств на медицину. Поэтому этот вопрос сегодня обсуждается. Обсуждается. И мы же понимаем, что нам необходима вторая лига. Мы понимаем это. Но будем исходить из ситуации, какая есть. Форс-мажорная ситуация и экономический спад могут отложить появление такой структуры в самарском футбольном хозяйстве на неопределенное время. С вами был тотальный футбол. Спасибо за то время, что вы провели с нами. Заходите на наш сайт trkterra.ru и увидимся на футболе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!